всем привет записываю видео про котел мощностью 25 киловатт видео будет для того чтобы показать его готовность как он выглядит после того как изготовлен и то же время я еще хотел его запустить чтобы видно было как это происходит вот это блок управления с термостатом здесь у нас маслоподача сейчас данный момент я буду запускать этот котел соответственно снимать на видео как вы помним запускаем мы его тем что с помощью солярки солярку наливаем чашу потом поджигаем ее с помощью вот такой-то горелки 100 грамм солярки более чем достаточно так вот потом включаем наш наш блок управления и закрываем и закрываем нашу испарительную камеру смотрим солярку нас загорелась после этого мы запускаем масло и и ставим на полные обороты наш маслонасос масло должно по трубке подняться наверх сейчас мы посмотрим как это происходит где наше масло а вот оно наше масло вот оно поднимается по трубке сейчас оно придет вот кончику маслоподающей трубки и мы убавим нашу подачу до минимального значения вот убеждаемся что хотел у нас запустился вот оно масло идет видно конечно не очень хорошо но я думаю видно да вот оно идет все теперь мы убавляем подачу до минимального значения минимальное значение у этого котла 40 процентов вот по поводу мощности котла 25 кВт я бы мог сказать что минималка его составляет потребление 0 9 литров отработанного масла в час при такой мощности он соответственно и потребляет мощность около 9 киловатт вот а максималка 25 киловатт для небольшого дома или помещения площадью до 100 квадратных метров 100 квадратных метров такой котел будет хорошим вариантом как уже заведено я устанавливаю на блок управления датчик пламени и температурный датчик датчик пламени у нас ставится вот вот здесь вот через какое то время когда у нас котел начинает стабильно работать мы просто переключаем тумблер на датчик пламени переключаем чтобы цепь замкнулась через него и соответственно уже у нас будет датчик пламени держать цепь включенное масло пока есть там огонь если огня не будет соответственно маслоподача выключится это сделано для того чтобы котел можно спокойно было оставлять на ночь и не бояться за то что он перельет вот ну вот что мы можем видеть масло у нас пришло туда и горит на малой подаче масло сейчас мы немножко дадим побольше подачу давайте поставим 60 по поводу дымохода дымоход я подсоединил таким образом для того чтобы запускать и показывать и выход его на улице вот таким образом горит чисто никакой копоти никакой сажи выхлоп чистый абсолютно вот так он горит при подаче 60 процентов после того как у нас котел запустился и стабильно работает мы можем переключить наш наш датчик пламени в рабочий режим вот как мы видим данный момент масло также подается вот теперь проверяем работу датчика пламени я убираю датчик пламени от зоны где он должен стоять то есть от своего места вот видите убрал датчик соответственно маслоподача прервалась ставим датчик на место снова запускаем маслоподачу снова показываю как работает датчик пламени убираем датчик все маслоподача прекратилась запускаем снова данный котел самый маленький мощность 25 киловатт улитка используется на 220 вольт наша конструкция конечно же еще раз напомню спиролизной чашей вот такая вот чаша в комплекте идут две чаши работает отлично чистить можно все снаружи ну вот такое вот видео думаю если кому то было интересно интересен обзор и запуск самого маленького котла на 25 киловатт ставьте лайки подписывайтесь на канал вот по поводу заказа хотел бы сказать что котлы делаем на заказ поэтому если вы надумаете себе приобрести такой котел то должен сообщить что вам придется подождать пока он будет изготовлен вот цена такого котла 45 тысяч рублей всем спасибо всем пока